Управляющая компания, на кровлю пойдем Что-то как-то никто даже не представляется, кто кем что является Пришли молчком Вы конкретно кто-то Или обратился к вам, скажите Я же сказал, гражданин Российской Федерации Ну прекрасно, мы уже в Солис пришли Вам какое дело, что здесь происходит? Нам большое дело А что вы грубите? Как вообще ваше мнение по этому поводу? Ужасно? Ну что, говорю? Да вот так, даже женщины инспекции говорят, это ужасно Перед просмотром этого видео Обязательно подпишитесь на наш канал Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые выпуски Обязательно оставьте комментарий Напишите, из какого вы города И поставьте палец вверх Приятного просмотра Дома, там дальше трещины И это будет везде Я так понимаю, это на капитальный ремонт отложили? Наверное Николай, Николай, Николай Еще раз повторяю Выпустите меня Почему? Вы ищете выход, знаете, какая-то загнанная лошадь Или как это называется? Что вы врячете? Навалились дружно, ребят А ну давайте, давай, толкайся Давай, пошел Давай, подожди Почему вы так нагреете? Вы людей не за людей считаете Люди, обратите внимание Это директор управляющей компании Который собирает деньги Не осуществляет за эти деньги никакого ремонта Там дружно, дружно, дружно И убегает от людей В общем, мы сейчас идем с представителями управляющей компании Ленинского района И с представителем жилищно-коммунальной инспекции А вы, получается, жилищная инспекция у нас, я так понимаю, да? Да Жилищная А вот в район пришло, как-то она, да? Сейчас я ищу Я, да, представитель жилищной инспекции Мне не нравится, когда меня без разрешения снимают Вас не будут, не волнуйтесь Чтобы не было конфликта, вас никто не будет снимать Управляющая компания, на кровлю пойдем Пойдемте Что-то как-то никто даже не представляется Кто кем что является Пришли молчком Почему молчком? Ну скажите-то, только представьтесь Ну, а в общем-то вообще, давал разрешение снимать? Давайте, давайте Начнем с другого Значит, первое Разрешение нам не нужно ни от того Получается, это первое А второе, вышли сюда Граждане Российской Федерации Могу вам представиться Вы в этом доме живете? Здесь есть жильцы Вы в этом доме живете? Послушайте, вам нужно, чтобы жилец представился Или обратился к вам, скажите-то Я же сказал, граждане Российской Федерации Ну прекрасно, мы уже в суде пришли Вам какое дело, что здесь происходит? Нам большое дело А что вы грубите? Я не грублю, вы меня зачем снимаете? Вы как-то не настроены на конструктивный диалог Я настроен Не настроен Если бы вы конструктивный, мы бы с вами уже общались бы Мы бы уже представились Вы зачем провокацией занимаетесь сейчас? А в чем провокация заключается? Вы меня снимаете? Это уже провокация Молодой человек, как вас зовут? Руслан меня зовут Руслан, меня Вадим зовут Вы, я так понимаю, представитель управляющей компании Мастер Он вам мастер-шества Отлично Вот если бы вы начали с этого То и все было бы как-то все очень-очень красиво и замечательно Какая провокация? Ну что я вам могу сказать Вон первая стенка рушится снаружи Вот это было наклеено то ли в том году, то ли в позапрошлом Ну и где как текло, так и текло в этом подъезде Сейчас все мы это засутируем Без проблем Слушай, а это они, получается, залатали и бросили здесь, я так понимаю, да? Да, лотошку поставили Спасибо А здесь вот нет у меня зала, по первому подъезде Почему? Писала она Что? Да Скажите, пожалуйста, как вам нужно обратиться? Мне просто интересно Илья Николаевна Илья Николаевна, скажите, пожалуйста Вообще-то, вот как вы считаете? Вот вы до этого были? Видели вообще, что здесь такое происходит? Я первый раз в этом зале Ну как вообще ваше мнение по этому поводу? Ужасно Ну что говоришь? Да вот так, даже жилищная инспекция говорит, это ужас Ну видите, нарушений очень много А вот эти провода, то, что здесь вот это все висит в таком состоянии, как паутина, тоже нормально? Да Давайте сейчас на управляющую компанию Я их же договора в провале Скажите, вот это вот все Вот эта форнография, по-другому не назову Это нормально вообще, вот эта паутина? Ненормально? Это надо убирать Так, а где же эти 47-я? 47-я, я с 47-я Квартира, я там уже У меня там эти, как они? Сейчас Ваня придет, которая 12 везет, каждая дочь сливает Ну а сейчас тепло 2 дня Еще люди подойдут, у кого грибы расходят Вот смотрите, вот дымоход, руками я их разваливаю Ну дымоходы уже выписаны предписания, ранее жилищная инспекция здесь была, оно будет исполнено Так, осторожно, вон там, налево Он отваливается в пусто Как раз прям на мой балкон полетит А вот тут Ваня, квартира, которая по 12 везет сливает Да, а это как бы в том году, что ли? Нет, года два назад Да, и как текла у Вани крыша, так и текет Толку от этой кровли нет А он дома? Вот я ему звонил, он едет Это сейчас, знаете, еще не жара А так вот идешь, как пасть Оно мягкое, мягкое Ну оно же вот видно, вот, это вот, видите, вот, это же вот видно Это еще не жара, а так ноги проваливаются Там уже пустотан внутри Ну, здесь капремонт нужно, чтобы это снимать Правильно, только у нас есть бумаги, что капремонт должен был со следующего года быть А его перенесли на 25-й Давай обращались капремонт Ну, капитальный ремонт писали обращение А они, думаю, с 25-го года Основание Перенесли Ну, написали женщины Пока еще, да, прокуратура туда запросы отправила Но пока ничего не было Пока прокуратура нам перенаправила Она вам перенаправила И не туда направила Она в две точки направила Вот как раз Тая И сразу, где ее, Максим Они туда, наверное, ушли, да? Просто здесь еще очень опасно вот эти дымоходы Они вооружатся и валятся туда Вот тут вот с этой стороны, где в лавочке Они прям реально осыпаются и туда падают Очень опасная вот эта ситуация Конечно, надо сказать, ремонт То есть ускорять Может быть, вы со своей стороны как-то поспособствуете Ваше обращение я рассмотрела отдел капремонта И я буду готовить обобщенные ответы То, что мне даст наш отдел капремонта Я, конечно, и ставлю А так вот, я сейчас руками подойду И развалю его руками Он весь уже, все А тут как вот посильнее ветерок будет Так он и сразу вниз несет Поэтому опасно А, ну мусор вон убрали Успели убрать ребят А, вон что-то убирает там, я так понимаю Сейчас туда дойдем Вот это в тех местах, где такие сильные продички Управляющие компании к моему приходу сделают, да? Да, я вот Именно к вашему Вот возле первого подъезда вроде сделали два года назад А как текло, так у них так и текет А по этим, кстати, где стояки Вот она, вот она, вот она И вот цепь проходит, электрика Ну а скажите, пожалуйста Вот они сделали ладочный ремонт Сейчас двойник Где вода течет по стоякам Я показываю, где я здесь А скажите вообще, по счеткам там вода не потечет по другому Ну давайте мы пойдем А вот там где-то так является А тут-то время на мерах День добрый Добрый, добрый Убирайте А что делать? Это то, что нам с проверкой пришли Стараетесь, да? Нет, постоянно так Постоянно? Сомневаюсь Тут они везде такие Вот мусор, вот С ветра, пожалуйста А это вы убирать собрались, да? Да Вот лежал, два лежал Так лежал Только потом ребятам дали Распоряжение убрать Вот и здесь Вот стена А это вот последний подъезд, да? Ну здесь совсем печаль Это восьмой подъезд Правильно Она же тут как Ну а почему вы не дошли до этого подъезда Где все так вот плачево? Ну здесь печаль, да Да потому что им, наверное, поздно только сказали делать А нет А планы какие утром? Конечно будем делать А здесь не латочный, здесь сплошняком катать Здесь уже латочный надо Здесь уже все, конечно, она пропала Все целиком надо А когда вы это будете делать? А погодные условия? Ну погодные условия Мы можем, в принципе, сейчас начать Принципиально, если, ну смысл какой А как только высохнет? Нет, погода придет То есть как только высохнет Ну а жилищная инфекция будет На предпоследствии, которая осуществит контроль За выполнением вот везде Кровельного покрытия в местах повреждений Конечно я не могу заставить управляющую компанию Полностью закатать кровлю Это работа капитального характера А везде, где есть повреждения кровельного покрытия Они должны сделать как временная мера до капремонта И я приду проверить или другой инспектор То есть систематически, если где-то у жильцов, я так понимаю, протекает Обращаются они с заявлением в управляющую компанию Чтобы те устраняли Чтобы в кратчайшие сроки, я так понимаю, вы на контроле это будете держать Чтобы до капитального ремонта, значит, эти все вещи Ну чтобы люди не страдали, естественно, нужно как-то дожить до капитального ремонта Не с ледрами, а... Ну а вопрос такой А когда вообще вообще намечаются дымоходы? Потому что каждый месяц я поведу, почти выгребаю дымоходы Дымоходы у нас уже ранее Жилищная инспекция выписана предписанием И они находятся, эти работы, на контроле до 5 сентября Должны сделать люди, да? Скажите, а кто будет нести ответственность, если, не дай бог, что-то случится Вот часть дымохода просто обожатся на сами в виде в каком состоянии Это социальной главой, да? Управляющая компания, директор будет нести ответственность за... Я, по крайней мере, не могу вам сказать, кто будет нести ответственность Потому что ничего пока не случилось А чтобы этого не случилось, в жилищной инспекции будет выписано предписание Где везде материал, который до того, как будут выполнены ремонты головка Вот потерявший прочность сцепления, кирпич, там, цементная стяжка Все это было удалено, дабы избежать, в общем, таких ситуаций Ну, вы со своей стороны, так понимаю, по поводу капитального ремонта Тоже как-то со своей стороны поспособствуете? По поводу капитального ремонта, я же вам объяснила Будет рассмотрен отделом капитального ремонта У нас есть отдел такой И вопрос этот вам будет, конечно Ответ на вас Ну, с моей стороны, хочу сказать, что все-таки вы тоже обращались Вопрос, да, но он куда будет именно направлен, чтобы мы узнали? Ну, как заявителям У нас есть заявители, которые задавали Да я и сегодня напишу вам, и когда там проверят, и дадут ответ А заявители я не знаю Там жена моя писала, 47-й квартиры Потом еще Оксана писала Там еще кто-то из народа писал 52-47-48 То есть, три заявителя как минимум есть Ну что ж, мы тогда давайте спустимся Посмотрим, где протекло все-таки после ладочного ремонта В каких подъездах И тогда будем с вами составлять бумаги Ладки ставились два года назад Два года назад И подъезд у них как, 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 самая говорит Протекал, так и протекает А мы сейчас поднимали с там лет своих свежих Ну, еще не такой сильный дождь И мы сейчас позвоним в квартиру О, да, и позвоним, конечно Мусор убирает на улице Ольга Николаевна, ну вот это вот, где все шатается, тоже поручите Особенно вот с тех сторон Чтобы ничего не свалилось Ни туда, ни сюда Так, а вопрос У меня там шатается вот так вот трещина Ну что же они все уберут А как тогда я буду без домохора? Ну я так понимаю, специализированная организация Занимается ремонтом и восстановлением оголовков Они их разбирают И восстанавливают полностью Да, я понимаю Просто пока их сделают Они сейчас уберут вот этот угол А у меня вообще домохор не останется Я не думаю, что они прямо его будут отбивать Попробуем сейчас, что там где Может быть, это трещина только в штукатурную кладку В штукатурную кладку Ну дай бог Ну, каждый месяц тазик представляю Что будет выглядеть красный кирпич Уже писали Они приходили оттуда, вроде с газовой службы Вот, и ответа так никакого не было Они пришли, залезли и все И тишина Это уже прошло, наверное, год Нет, я так понимаю, что они обязательно дают артеоследование Ничего не было Он пришел у меня, спросил ключи от этого И все, больше его никто не видел Ну, тогда я запрошу Потому что у них есть договор Со специализированной организацией На проведение обследования дымовентиляционных каналов И эти бумаги, раз в квартала, они и представляются По-моему, артель осуществляет Да, что-то такое Да нет, такое Просто уже осталось Ну, не знаю Вот, подъезды моют у нас Вот, смотрите Вот, смотрите Так, давайте мы с вами пойдем все подъезды И посмотрим Состояние Давайте Подъезды И все-таки Погварим с жильцами Смотрите, уже дома Рушится А здесь вот течет для привыкания к уголову Привет Привет А, с инспекцией показать Прыше, ты просто Погварим 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 Больше латок никаких не было Ничего, два года не текет? Ну, течет уже три года Ходили, писали, обращался, ничего Вот там еще соседи все то же самое Хотя он сам лично сказал, что два года назад лапки поставили Течет, течет Ольга Николаевна Два года назад стояли А где? Нет управляющих компаний Здесь мы, здесь мы Два года назад стояли латки? Первый, второй, третий подъезд Это было, где два года назад, как кроличик сказал Или вы все-таки поставили недавно? Мастер поставил латки там, где посчитал нужным Где были явные трещины Ну, перечисните Я вам много видела показать У меня с шестого года Видео, там число видно, что течет Еще раз так перевести Да, мы даже не делаем ремонт Потому что мы сюда А обращаемся к управляющих компаний? Писали для меня, сколько? Что? Обзали где? Это нет Наверное, нет Ну, это мама там делала, занималась Тридцать третий Какая квартира? Смотри, пожалуйста Нет, на него нет Какая у вас квартира? Тридцать третий Хорошо, пойдите Больше течи не будет Ну, и подъезд там тоже Да, еще Тридцать 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 Ну, только у нас выход по крови Какой-то подвал Нет, у нас не выход по крови У нас выход Обследование другого Все, короче, подвалы Крыша течет? Нет Нет, хорошо Неужели так бывает? Пока не было вот этой хренотени всей Ну, видимо, было Парни за виски Заходим Заходим А вот эти-то провода Как бы она поставили И течет, и течет И все Заклинет когда-нибудь Это точно будет Мало не покажется Не выскочил ничего То есть здесь протекает, да? Да Да А, вон вода, кстати Смотрите Да, вы сами видите, ребята Это не шутка Это же ведь Распределитель Здесь будет заклинет Мало никому не покажется Не выскочим отсюда мы А, вот мокрое вижу Да Пока не было вот этих вот Всяких проводов Вот этой хренотени черной Вот это все Что тут поныслали Оно естественно Здесь не текло Оно не текло А вот как все сделали И как это все закрыть А рядом, сами видите Щиток И не шутка Три квартиры Так и получается Какой подъезд? Второй подъезд Второй подъезд Сейчас уберемся Не надо глаза светить, пожалуйста Иван Иванович, короче, смотри Над вторым подъездом Где, получается Провода входят В подъезд Это, видимо Гильза стоит Дальше, с которой Не входит подъезд Над вторым подъездом Пожалуйста, возьми Ведро мастики И все эти гильзы Пройди хорошо Потому что он как раз Секает в электрощитовую Хорошо? Да, но ты Над вторым подъездом И вообще все гильзы Пройди, посмотри Где провода И вот у нас Зареет мастикой Хорошо, прошу Чтобы через них подойти Да, давай А, ну не говорите Все, догоним Ага, хорошо А вот от людей Были заявления Но в заявлении Квартир нету Послушай Не написано Вот наш 8-й подъезд 127-я квартира А вот у меня Вы сказали 7-6-я квартира Да 8-й подъезд А у меня даже На кирпичах Все обладает Включите класс Я просто В военной акаде Мне некуда ходить Там писать Я писала Только управляющую компанию Я просто не могу С работы Спросить Я работаю Я живу В спецоподлижем Это у меня до кирпича А там даже Показывали Показывали Мою комнату У меня до кирпича Все отворилось И снаружи И сутри Вы в этом году Обращались? Да Обращалась Обращалась Вот у меня со мной Все заявления А составили А вы обращались? Да Составили Дорогие друзья Ювелирный дом Сердолик За соблюдение Правил дорожного движения И поддерживает Наше направление Выявление Пьяных водителей За рулем Если вы планируете В ближайшее время Совершать покупки Ювелирных изделий То вы можете Их совершить В любом удобном магазине Для вас Весь список магазинов Вы найдете В описании К этому видео Обязательно Подпишитесь На наш канал Нажмите на колокольчик Чтобы не пропустить Наши новые выпуски Обязательно Оставьте комментарии Напишите Из какого Вы города И поставьте палец вверх Кулак народа Бьет по тем Кто нарушает закон Дорожный контроль Да мокла в меч Наш колокольчик Время Ответить За должностное преступление Ты думал Что к тебе Стасет звание Или положение Будет ты министр МВД Или офицер ГАИ Если живешь Не по закону То ютуб Смотри Раскроем лица Под масками Шапками И касками Отпишем все подробности Правды красками Мы рядом И не расслабляй Свою пятую точку Возможно Это мы сегодня Спасли твою дочку От пьяного водила С кошельком Безмерным Стонированным стеклом И переградом Непомерным И с той стороне У нас есть номер Горячей линии Дорожный контроль На страшах города Кромки мы ведем Воронеж будет чистый И это наша Субтитры подогнал «Симон»